Музеи Анапы бережно хранят бесценные сокровища истории искусства, свидетельства величия родного края и героизм нашего народа. Анапа не просто уникальный курорт, а огромная детская республика, где вопросам патриотического воспитания и безопасности уделяется большое внимание. Не остается в стороне в этом воспитательном процессе и пожарно-техническая выставка, расположенная на территории города-курорта Анапа, отделение информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Задуманная как вторая в России детская пожарно-техническая выставка, она открылась в августе 1982 года в самом центре Пионерского проспекта на базе пожарной части 68. Мы находимся в зале второй в стране детской пожарно-технической выставки, которая была открыта 6 августа 1982 года. Испозиция нашей выставки начинается с истории пожарной охраны России. На этом стенде мы видим, что в 1649 году, 30 апреля, был подписан наказ о градском благочине, и этот день у нас пересчитается днем рождения пожарной охраны России. Сейчас в зале площадью в 100 квадратных метров размещены стенды по истории, пожарное снаряжение, средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения, различные виды автоматической пожарной сигнализации, детские подделки и рисунки. Сотрудниками центра проводится большая работа по профилактике предупреждения пожаров и последствия от них среди населения, начиная с лицами дошкольного возраста, продолжается учащимися студентами, естественно, взрослым населением. Это беседы, лекции, уроки, мужества, затем различные конкурсы. В общем, то, что прививает к культуре безопасности поведения. И этот стенд подковорит о работе нашей первичной ветеранской организации, которая является одной из лучших краей, и дважды становилась победителем в конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию системе МЧС, занято первое место в крае в Южном федеральном округе и третье место в России. Это было дважды. Значит, наши ветераны проводят большую работу по профилактике пожаров и по работе с детьми, личным составом. На этих фотографиях мы видим нашим ветеранам, которые занимаются вот такой профилактической работой и привитием в военно-патриотическом воспитании. Посетителям интересны материалы, включающие крупнейшие спасательные операции. При наводнениях, землетрясениях, пожарах, техногенных авариях, вошедшие в Книгу рекордов Гиннеса, а также работа спасателей с применением новых технических средств, пожаротушения и технологий аварийно-спасательных работ. А наибольший интерес у посетителей вызывает диорама тушения танкеров. Также очень интересная диорама тушения танкеров в Сиднии и Лиске в Туапсинском порту. Значит, это произошло в порту города Туапсе. У пирса стояли два танкера. Советский танкер Лиске и финский танкер Сиднии. Когда на борт нашего Лиске поступило 20 тысяч тонн нефти, произошел разрыв нефтепровода, горящее нефть вилось в море, а танкеры оказались в огненном кольце. Катастрофа была не ненужна, потому что на этом танке лишь 20 тысяч тонн нефти, а на финском танке не дегазированы танки, то есть не произведена дегазация этих танков, которые заполняются нефтепродуктами. Принимается правильное решение, Лиске выводят море и тушат его самостоятельно, имеющимися на борту установками пожаротушения. Но взрыв угрожает и финскому танкеру Сиднии. На пожар приезжают наши пожарные подразделения, но так как пирск очень узкий, различные коммуникации, проехать пожарные машины не могут, поэтому прокладываются рукавные линии и производится тушение этого танкера. Благодаря мужеству отваги наших пожарных катастрофа была предотвращена. Если бы произошел взрыв хотя бы одного из этих танкеров, то вся акватория порта была бы залита гаящей нефтью слоем 40 сантиметров. Представьте, какую беду отвели от города наши пожарные. Большая группа пожарных принаграждены медалями за отвагу на пожаре. Принято считать, что через призму музеев общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию. И с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут большую научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Учитывая то, что сегодня Недорожный музей, я поздравляю и всех участников наших мероприятий, и коллег, которые работают в музеях, на выставках, на центрах различных, с этим замечательным праздником, с именем всех творческих задумок, идей, творческих успехов, мира, счастья и добра.